сегодня рассматриваем очередной похищен у меня ролик и как тут кощунствует кривляются на нем украшает его обличитель ну по всей вероятности он называется дудин сергей священник с томской епархии город северск я говорю это потому как другого здесь нету имени и он так себя называет но я думаю что все таки это не священник даже если кто и отрицательно относится к священству трудно предположить чтобы вот так человек вел себя вот они берут мы он берет или кто там какой кривляется шпаненок какой-то и вот показывает урок лапкина включите посмотрите даже здесь вот у него эти то положительное 5 отрицательных 6 палец вниз это может быть не понравилось называется правильно нет что берет берет то что я говорю а дальше облака вот смотри блин я заврался ну подумать о священник это это уголовник какой-то эти слова я говорю нет не говорю а как научиться лицемерию вот мы сейчас посмотрим что такое лицемерие чтобы правильно было понято просто зарядим google если такое слово существует ли и нужно этому учиться или это какой-то то лицемерия вот если мира синонимы в исламе семерия перевод вики словарь сейчас посмотрим что это означает средний но так означает несоответствие слов поступков человека истинным чувством убеждением намерением то есть не соответствует то есть он меня выходит тот который вот берет мои ролики и на них делает свои там комментарии или как даже то не комментарии никакие хулиганство вот несоответствие своим чувством обо мне этого сказать не могли никто ни кгб ни прокуратура лапкин никогда не держит за пазухой камень тут приезжал как-то дворкин александр леонидович и местная епархия тогда еще был здесь епископ максим дмитриев он теперь в липецке там и вот они устроили встречу с силовыми структурами любят к властям жать все везде это сергианство двадцать седьмого года они без власти никуда села сейчас не окажут поддержку православия вот патриархии такие ничего не останется чтобы не было никаких встреч не лезли в школы не благословляли на смерть чечне и прочее то они не могут без этого то есть они вокруг вращаются государственного сапога раньше к сталинскому голенищу льнули на сейчас это жирному пирогу разворованной россии стороне не остались успели в это время поторговать и табаком и и все что только могли сделать водкой это уж доказывать не надо за мной этого ничего нет и вот один встал кто-то здесь из епархии говорит а кто такой лапкин что-то интересно обо мне встречается приезжают какие-то вот дворкин тут я причем тут лапкин лапкин не принадлежит московской патриархии и что за вопрос значит что-то тревожит их но дворкин начал как всегда там колобродить не встречался моего ничего не считал и в это время я не знаю артоп или как фамилия его майор говорит кгб встал и сказал а мы лапкина уважаем он как говорит так и делает камни за пазухой не держит то есть он дал понять что отношение его ко мне не сходится с их откуда вы это знаете вы же там не были мне позвонил человек который там был которому я вполне доверяю вполне потому что он потому и соглашается это помощь губернатора края вот она еще работает человек этот поэтому я просто молчу лицемерия есть невольная дань нравственности и всякая дань узда у меня не было как раз не было никогда лицемерия дальше горе вам книжники парисей лицемеры что уподобляетесь окрашенным гробам которые снаружи кажется красивыми а внутри полный костей мертвых всякой нечистоты так и вы по наружности кажетесь людям праведными а внутри исполнены лицемерие беззаконие евангелие от матфея сенодальный перевод ну и дальше тут говорится откуда взято это ну давайте посмотрим это википедия это google это не мое определение это кому это относится вот окрашенным гробам красивые я красивым них а не кажусь никогда а так как раз и подчеркивать все архиерей приехал но мог бы хоть лучше одеться как бомж одеты никакой красоты во мне нету и я к этому не стремлюсь весь заплатах работая с утра до вечера в пыли в грязи печи делаю весь в саже как угольщик александр во времена когда григорий чудотворец был у меня ничего нет красивого ни с какой стороны никак и дальше что кажется красе внутри полных костей внутри то есть этой но кости то у всех есть не это а этот храмы строят красиво внутри кости костями обложились и внутри полных костей то есть к смерть весами вы только путаетесь и всякой нечистоты вспомните белинский говорит о ком анекдот рассказ о победа о поповой дочке о ком пишет пушкин а попе и работники его в балде и вот ставят пьесу и как они бунтуют против а то это не сегодня было серафим саровский молится три дня и три ночи о ком не амерянах не о царя а архиерея священника помилуй господи помилуй он видел видимо что они горят вот он огонь напускает вот этот хулиган ну я не знаю что ему тут надо вот вот этот огонь так это о нем это свой образ лепит он блин как я заврался это они заврались и у меня нет ни одного слова в который меня обличили бы когда меня судили осудили меня очень крепко потому что санкция мгб московского кгб и местная старалась угодить и везде все искали 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 и один полковник сказал что вы делаете кого вы сажаете какое он зло сделал изъяли у меня пленки которые полковник другой красноперов и говорит за этот вандализм вы все отвечать будете что у меня изъяли ну златоуст записано то другое я говорил и делал и стараюсь жить насчитывал жития святых меня нельзя ни в чем обвинить безукоризненность как говорит отец геннадий фас спасает игнатия здесь и вот здесь как раз то что сказал господь кажетесь людям праведными но я никогда не казался праведным если а кто батюшка святой отец святой отец ваше святейшество высоко преосвящено это вы себе придумали эти названия и кажетесь людям батюшка кто благословил мы проповедуем подходит сарковник а кто вас благословил о христе говорить а кто вас благословил евангелие раздавать то есть бога нету есть тот человек который кажется праведным которым которому доверяют я внутри лицемерие беззакония ну не мое это определение и далее лицемерие это самая дань которую порог обязан платить добродетели мысль безмерно утешительна для человека желающая остаться порочным практически а между тем не разрывать хоть и в душе добродетелю федор михайлович достоевский который сказал обвинять другого собственными недостатками я почему комментирую это потому что вижу что если это только священник то это уже крах последняя вот действительно дошли уже до самой последней точки вот у человека у которого в доме все развалено дети не обихоженные растут бандитами хулиганами дочь и проститутки а он в это время у соседа смотрит что тот делает вот смотрит полный порядок нормально живут люди а он туда кидает свое а я пожалуюсь на него он рано пришел наверно что-то украл притащил то есть он судит по себе вот такая ситуация здесь я говорю что у нас у православных кроме святой библии есть еще и каноны церковные это 7 вселенских 9 поместных соборов и где-то 13 примерно святых отцов правила которых церковь берет я над этими правилами трудился около трех лет составлял симфонию классифицировал сравнивал жизнь и нашел что сегодня вот 800 девяносто восемь кажется правил с юстиниановыми декретариями всего но действующие остались семьсот девятнадцать семьсот девятнадцать цифру эту держите в памяти из них 413 правил за правилами 1500 епископов 1500 их нету православия во вселенском православии даже нету столько это на всех соборах столько было нарушается 413 правил эти данные мои наработка их нигде больше нету 413 спрашивает а почему три года ушло потому что я должен был беседовать со священниками там с архиереями спрашивать а вот это нарушается прав нарушается почему ну советская власть поэтому они всегда нарушались эти правила не советская власть виновата власть пришла не для того чтобы мы нарушали а чтобы исправить нас от нарушения для этого бог допускает какие-то катаклизмы они совершенно ничего не знают самое бездарное тупое туда идет где ни за что не отвечать церковный суд устранили 70 лет не было архиерея может содрать со священника безмолвного притом крест содрать рясу забрать и не отдать хотя это лично его и жаловаться нельзя иначе вы и сана извергнут я советовался по поводу когда сделал местной архиереи максим дмитриев с отцом павлом ермоленко из камня на обе беседовал советовался с прокурором края генерал-лейтенантом по русскому юрию фердовичем он гордо этого нигде не может быть как же так это поправить человеческая достоинство здесь при двух свидетелях там был погиблов отец михаил благочины и благочины барнаульского округа войтовича и отец николай был это нету никого нету никого нету нигде здесь нету а отец павел конечно он ушел ушел как он где-то у агафангела кажется или где но не с патриархии уже он не будет они врагов на каждом шагу наживают на заживают а он не враг был совсем даже не враг и вот они ищут сейчас врагов вот сказал не так где-то а развал какой 413 правил миллионы погибших я 17 лет работал помогал в местной тюрьме примерно 99 процентов крещеная православная до тех которые здесь то я ничего не знают вот мы идем по квартирам раздаем евангелие слыша там гулянка вышла женщина чего надо но может евангелие даемости в доме нету какой евангелие зачем она нам нужно но это по благословению патриарха да пошел ты со своим патриархом на и у нас есть батюшка мы исповедуемся причащаемся и дверь ухлопнула то есть каждый поп это папа и пошел ты вместе с патриархом они ничего не знают более тупой паства нету это не мое определение вот допустим но я сказал паства тупого лапкин как отзывается вот этот хулиган который ворует мои ролики и говорит вот я сейчас прочитаю ну кто так может говорить так дождика сейчас мы найдем что что об этом говорят сами не не я те которые считают себя вождями народа вот так вот смотрите у меня книги открытым оком вопрос 1510 открытым оком том 6 игнатий лапкин в газетах много пишут что на руси невиданная экспансия разных заморских и доморощенных сект но ведь истина с нашей православной верой доказать не трудно например ни о ком сам бог так не свидетельствует что наша вера божественная везде мир отощат иконы мощи нетленные являются идут новые канонизации православные миссионеры пользуются ли этими неотразимыми свидетельствами об истинности православия в беседе с сектантами вопрос это вопрос мне задают я вел занятия в пяти университетах во всех воинских частях в окрестности алтайский край во всех отделах милиции по районам но нельзя найти место где бы я не проповедовал и много вопросов и пришлось потом отвечать на них и попросили выразить это вот в письменном варианте я отвечаю ответ как не глупы наши горе миссионеры в кавычках но в борьбе с сектантами с сектантским суемудрием они на эти доказательства в кавычках очень не упирают разве только в уме своем потухшим перечитываю все что пишут алтайские миссионеры в алтайской миссии это епархиальные газеты в лампаде это тоже церковная газета в новоалтайске в александроневском вестнике ну это александра церковь здесь в этих епархиальных мурзилках как их называют знающие что такое духовное но и там выступление дворкина профессора из москвы не смогли озвучить с упоминанием этих доводов или не захотели чтобы не смешить своих противников миссионеров православия сегодня нет практически нигде не говоря про алтай где тьма египетская по всему фронту по всей линии соприкосновения с врагами истинно из сектантов хотя и командировка профессора по сектоведению уже позади но ничего не изменилось в этом плане и никогда в обозримом будущем не может ни на иоту измениться московская патриархия не может никуда притулиться как только к своим корням к традициям крестным ходам к поиску все новых и более чудесных чудес это ее история и опыт его подобие жизни они пока еще машет широкими рукавами с трибун съезда в конференции реформов и прочих порождений плотского ума конкретно посмотрите на это чудо крестный ход на крещение господня наопь стоит на льду священники стоят в ризах но людей это новое шоу придуманное как восстановленная традиция новым епископом действует совершенно в обратном направлении люди видят этих дебилых неповоротливых батюшек с животами в этих неуклюжих ризах как в морсхалатах в этих и петрахелях фартуках но глаз выхватив это ищет уже нового когда же будет главное действие когда можно будет окунуться или хотя бы поглазеть на входящих в ледяную воду и вот эти десятки тысяч прохожан разнесли домой эту вожделенную воду пить которую местная санэпидемстанция запретила категорически из-за би так для чего же была эта комедия с ходом и прочими представлениями очень просто чтобы показать видимость жизни видимость общения с народом видимость труда великого то лицемеры а где в это время были эти проклятые ими сектанты да не были они тут им зачем эти маскарады как они называют подобные наши выходки они в это время в домах культуры проповедуют как могут свое учение скачивать с библией причащая своих адептов туда идут тоже тысячи там в это время идет необратимый процесс разрушения личности разрушения государства и лжет дворкин что большинство из этих уловленных заморских эмиссарами вернутся из сект нет голубчик ничего ты не сможешь не смыслишь в этом ты еще и не нюхал сектантской кухни попавшему туда выхода практически почти нет потому что некуда ему идти в подворотню нашей глупости в хамство дворкиных их туда не заманишь нашими затклыми объедками с византийского подворья дальнейшая перспектива такова количество уходящих навсегда из православия будет все расти и очень стремительно количество прихожан в православных храмах еще стремительнее будет падать и эти восстановленные никому не нужные никому не нужные храмы будут пустыми и они будут отданы на пользу безбожникам или сектантам старые вымирают и молодых почти нет в храмах у сектантов молодежь они рождают своих и физически и через обращение к своей вере их сон и легион увеличивается с часу на час криком кричали православное принятие нового закона Борис Николаевич пошел на поводу у патриарха и додавил принятие нового закона о религиозных культах, объединениях, организациях, обществах сколько было, сколько вопли за границей против этого закона но еще православные не успели перерегистрироваться а сектанты уже все получили новое свидетельство прошли перерегистрацию вот так и снова вопят православные чтобы этот закон снова поменять так какой же им нужен закон, чтобы они угомонились да такой, какой был при царях батюшках чтобы ловить, сажать, сжигать, морить в подземельях как протопопа у вакуума сестер Морозовых как штунду разную и молокан, и духобора в разных мастей жидовствующих, стрегольников но опоздали, любезные, времена не те и вы повязаны в этих конвенциях доллары вас ослепили и слабость ваша не мозолит вам рта открыть не позволит вот он нападает тут, который это, ну, я могу только предполагать, что священник потому что так нагло идти так вести себя безобразничать это только они могут я даже не могу допустить, чтобы это какой-то ну, именно уголовник дел или это хулиган шпаненок какой-то или настоящий поп всюду погибель нужно к мудрости Божией обратиться и учинить в семинариях жизнь учить а не в мощах искать спасение не в чудотворных иконах премудрость Соломона 8.8.13 если кто желает большой опытности мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее знает тонкости слова разрешения загадок предузнает знамения чудеса и последствия лет и времен посему я рассудил принять ее в сожитие с собою зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими будущее юношею окажусь проницательным в суде а в глазах сильных заслужу удивление когда я буду молчать они будут ожидать и когда начну говорить будут внимать и когда продлю беседу положат руку на уста свои через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня к кому это относится мудрость церковники этого не ищут и прихожане их об этом не знают Библию скрывали тысячу лет да две тысячи лет практически с первого дня когда еще зарубежные церкви имели миротащивую икону у православных всего лишь одну тогда и нужно было предвидеть эту беду куда заведут чудеса вот пишет комсомольская правде от 19 марта 2003 года на странице 18 и 19 проверьте почему миротащат иконы бог или дьявол подает знаки ой как сейчас заохает православную да как может даже думать об этом статья я считаю статья это не ко мне обращайтесь к комсомольской правде создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений происходящих в православной церкви внимание в состав комиссии Лапкин не входит входит священники профессиональные физики химики биологи и историки сопредседатели комиссии архимандрит Иоанн экономцев ректор российского православного университета и Павел Плоренский профессор геологии московской геолого-разведочной академии и вот как они отвечают на вопросы корреспондента это газета все пишет не сочтите за грубость кавычки открытся смотрите кавычки но наш народ стал слишком тупым вот ответка твой это не я говорю это вы его разлюбезные батюшки таким сделали ни один сектант ни один там баптист не скажет что народ тупой почему а вы его не учили целую руку плати деньги покупай свечкой уматывай у вас же везде деньги 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 питаетесь грехами народа чем больше греха грешат больше жертвует вам выгодно видимо так получается народ стал тупым как и вот вспоминается слепорожденный когда пришел его допрашивает тот и другой да ты весь в грехах родился и ты ли нас учишь и прогнали его да ведь вы же его и обрезывали это ваш прихожанин к евреям относятся и вы его признали тупым как здесь тупым так вы и не учили их за мной ли вам гонять это голубчики любезно это с вас спросятся 413 правил эпитемии нарушено эпитемии нету народ утопает в грехах какие ваши прихожане это посмотрите их даже отдаленно нельзя сравнивать с нравственностью сектантов адвентистов седьмого дня даже близко не подходит нигде у них нету ни абортов нету курящих нет пьяниц нет наркоманов у вас переполнено все вот я иду по тюрьме и все православные надо крестики 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 ну батюшка может он конечно надо ну я в церкви пошел купил 400 крестиков 400 доход доход где-то раздали да раздали там они как-то покупают или что-то а бесплатно мы раздаем евангелие достаем евангелие и несем и далее и бог как бы подает знаки чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере да не задумывается совершенно не задумывается вот эти серенькие троечники бездарные бесталанные они терпеть не могут как сегодня я слушал когда там вечер был конференция про Александра Мения они терпеть его не могли фигура светлая знающая интеллигентная и они преследовали уже его особенно средний говорит класс хотя архиереи в общем-то относились неплохо и дальше из истории церкви мы знаем это вот эти они говорят комиссия что мироточение может быть не только божественным знаком но и проделками демонов вот так если бы вы считали внимательно вы бы давно это поняли мироточение может быть не только божественным знаком но и проделками демонов возможно в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками ну кто в потустороннем мире Позусторонний мир – это добрый, злой, значит, демоны. А мы ломаем голову над тем, что же это происходит. Я дальше поясняю. В одном только Иванове, в городе, уже мирно тащит 13 тысяч икон. Если такая авторитетная комиссия уже дает отзывы от предполагаемой дьяволиаде, о возможной чертовщине, то что скажут явные недруги из сектантов об этих «чудесах»? Ни один самый умный враг нам не подложил такую бомбу, как плюнувшие на эти чудеса батюшки. А теперь вслух заговорили о том, как они всегда считают народ тупым. Да до этой глупости-то довели-то его вы, разлюбезные наши пастыри. Вы все довели акафистами, требами да богослужением. Вы все мертвые до упора, мертвые беспредельно. О рождении свыше не слышали. И сверейте слова о рождении свыше к мочению волос на макушке головы мокрой ладонью, выдавая это кощунство за крещение. Главной убийцей веры в народе являетесь эти самые, кто призваны хранить народ. Не случайно Иоанн Златоуст говорит, что большее, большее, повторяю, на это надо обратить особое внимание, я выделил ударение, где большее часть священников погибает. Вам ли вокруг меня эту свистопляску устраивать, свои слова вкладывать, которые я не говорю? Но это беспредельно уже далеко от веры Христовой. Большая часть из этих резоносных и с косичками будут гореть в аду прямо от проруби Саби. Большая часть из этих избранных в президиуму в епархиях. Иоанн добавляет, что если бы хотя одна душа погибнет по небрежности священника, то ему не хватит всей его жизни, чтобы загладить свою вину, сию. А их гибнет миллионами. Им бы новый закон, чтобы эту власть устроила мосвенцам в стране, чтобы ловили и жгли, ловили и душили, 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 как шариков котов. Душили староверов, баптистов. А сегодня говорят, что эти люди будто традиционно местные, они такие спокойные, такие тихие, недеструктивные, не экстремисты были. Не фанатичные, не тоталитарные, не вредные. Вот как заговорили, когда появились новые секты, то готовы старых своих врагов брать соратники, чтобы одолеть новоявленных гуру. Неопятиятища со всеми харизматическими выкрутасами и песнопениями. И их не уничтожить, не выбросить из страны, не одолеть. И власть не пойдет на это, но поможет сектантам. На этом раздрая и воссядет дядя Антихрист. Истинность веры доказывается только Библией и нашей жизнью. Если бы батюшки учили народ знанию и священного писания, то результат какой мог бы быть. Но богослужения, традиции, чудеса, на этом и закончили православие в России. Ибо беду священники уже ощущают, но делать ничего не умеют, как говорит Феофан Затворник. И вот который этот ролик, посмотрите, он берет там где-то, я обращаюсь в милицию, что у меня взломали квартиру. Это он мне в укор ставит. Я обращаюсь в нашу русскую милицию, которая из нашего района. Что у меня люди зашли, сломали замок, захватили мою квартиру, когда дома был. Ну любой из вас как бы поступил. Я прихожу на замке, или они не открывают, сидят, гуляют. Ну явное дело, что это ни в одной стране не потерпят. И я зашел в милицию, поехал туда, чтобы беды не было. И они приехали, и они это осуждали. Вот этот, который хулиган, он осуждает. Так он имеет что-то. Ничего он не имеет, он помешанный. Он, видимо, бесноватый. Тупой и бесноватый. У него погибших тысячи. Храм превратил в скотомогильник. Люди ничего не знают о Боге. Совершенно не знают. И вот говорит Феофан Затворник. Горе вам, что затворяете царствие небесное человеком. Матфея 23,13. Это сказано архиереям. Не Игнатию, я печник и сторож. Которые сами не учат народ спасительному пути. И священников не заставляют это делать. Это 1861 год. Феофан Затворник. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении. Не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. Ну, это прям любой скажет. Ничего не объясняет. Отстоял и вышел. У нас одна тут, Раиса Николаевна, пошла. Бывшая полковая церковь. Никольский храм. Кончилась, она вышла. Она у нас привыкла. Проповедь, две проповеди. Яна Златоусты считаем. В то время я еще говорил по две проповеди. А ничего нету. Никто ничего не знает. Я отстоял службу. Отстоял. Больше сказать ничего нельзя. И она дождалась. Батюшка. Выходит, она говорит. Батюшка, а почему проповеди не было? Ну, вот любому батюшке задайте этот вопрос. Почему проповеди не было? Почему народ не учат? Архиерей не разрешает? И что он ответил? Ты что? От Лапкина? То есть, если я сказал, люди приходят и говорят, нам бы что в полное погружение. У вас же купель построена. Вы что, от Лапкина? То есть, что бы ни было сказано по канонам, они знают, за это борюсь только я. Во мне лесомерия нет. Я за это пострадал. Истинность моей веры доказана тюрьмами, преследованиями, клеветами. И вон урок лицемерия. Это он показывает лицемерие, не я. От этого народ пребывает в слепоте. Это Феофан Затворник говорит. От этого. От чего? Ну, от того, что не учат. Одна часть остается уверенностью, что идет все правильно. А другая, хотя и замещает, что у нее не так идет дело. Но не идет куда следует. Потому что не знает, как и куда идти. И это от священника. От этого разные нелепые понятия в народе. От Кашпировского, Чумака. Слушали, заряжались сами батюшки. От этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Вот откуда секта рождается. Главное, создатели сект – это священники. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно. И хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уже ничего не поделаешь. Везде храмы открываются. Открываются они пустые. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых. Кого он совершенствовать будет, когда сам беззаконник? В познании христианской веры. Вот где время-то надо тратить-то. Не на мои ролики, где гадит он. А юное поколение готовит с первых сознательных лет, объясняя им, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобнее. Да если этим заниматься, у тебя хлеба есть некогда будет, феофан затворник. Я не придумываю ничего. Я конкретно показываю. И дальше посмотрим, кто лицемеры. Давайте посмотрим. Священное Писание. Иеремия 23.11. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие, говорит Газ. В доме, то есть служители. Это Бог говорит. И свою вину лицемерие этот лицемер разлагает на меня. У меня лицемерие ни один человек в мире не нашел никак. Какой есть, такой и есть. А вы грубо сказали. Да, сказал грубо. Я знаю, где надо ударить. Я знаю, где можно высечь искру. Я знаю, где можно меч извлечь из ножен. Вы не знаете. У вас опыта никакого нет. Бороться не с кем. Я бы мог что-то говорить. Но не с кем. Никак. Они могут только мстить. Я нашел, Господь. Я нашел в доме моем. Пророк и священник лицемер. Я что могу сказать. Строго накажет он вас. Хотя вы и скрытно лицемерите. Иов 13.10. Накажет вас Господь. Иов. И это уже в оправдание мне. Потому что лицемер не пойдет перед лицом его. Почему? А зачем бы я выходил? Зачем бы я проповедовал? Зачем бы выступал по радио? Вел занятия всюду? А мне заявляет моя жизнь. Как бы я вышел? Я требую сюда кесаря. Требую сюда патриарха. Ни того, ни другого нет. Мне отвечают, что они самоубийцы. Только во свете Библии. Устами лицемер губит ближнего своего. Но праведник прозорливостью спасается. Какая у них прозорливость? И вот эти люди... У меня ролики медленно прибавляются где-то. А вот первый разбор только сделал. Это у меня уже, наверное, четвертый будет. Этого лицемера. В рясе. Который рисуется. Не знаю, священник он или просто клоун какой-то выскочил. И вижу, что увеличилось количество. За два дня уже за 600 зашло посетителей. А на другие ролики меньше. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. В чем мое лицемерие? Он ничего не показал. То есть лицемерие, что я обратился к властям. Но это законно. Мое право. Я гражданин Российской Федерации. И все, выгнали. Выгнали и все. Ключ мне отдали. Закрыли. А не надо. Я 11 лет вел в суд. Суд. После уже реабилитации. И что у меня изъяли. А вот вы верующие осудились. Но мне дано право судиться. Дано законом моим. Верой моей. Это не запрещено. И что? Все. Выиграл суд. Вот это место в центре города. 13 соток. Два дома. Они не могли рассчитаться деньгами. Должны были 11 миллиардов. Я лицемер в то время не создал бы столько. Лицемер тайно не молится. Тайно. А у меня все время тайная молитва. Лицемер тайно не молит. Это перед людьми. Выйти там широкими рукавами. Это лицемеры. Для чего вам это воскрыли одежда строить? И дальше. Лицемеры. То есть сучок это не сучок. Сучок из глаза брата твоего. Они соринку ищут. Если бы сучок то ладно. А там не бревно. Там лесхоз целый. 413 правил. Бревен в глазах у вас. Выньте их. Уберите торговлю. Крестите правильно. Да 30-летний рукополагатель священники не выйдет. Эти бревна вам не вытащить. Вы от рождения такие. Сами некрещенные попы. Незаконно рукоположенные. Подряд все каноны нарушают. 57 процентов. Куда ваш поезд двинется? Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Говоря. Приближаются ко мне люди сиусами своими. Ищут меня языком. Сердце же далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня учением заповедям человечества. Но может это к вам. Ко мне не относятся. Я заповедям человеческим не учу. К мощам людей не посылаю. Крестные ходы не хожу. На Иордане не хожу. То есть у меня, как сказать, афиша перед глазами все время висит. И на моем форуме главное это 118-й псалом, 113-й стих. Вымыслы человеческие ненавижу. А закон твой люблю. И когда Серафим Саровский молился, у меня все говорят, да, я только по Библии отвечаю. Серафим Саровский. Ну, они его признают, Серафима Саровского. И он говорит, Господи, а за что ты погубишь? Господь говорит, ни пощажу, ни помилую. Ни одного. Фактически. За то, что вы мыслами человеческим заменили слова мои. Это к вам относится. Учат учениям, заповедям человеческим. Я не учу. Ни один человек в мире этого не может сказать. Ни один. Это к вам относится. Вы лицемер это. Дальше. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком. Ибо сами не входите и хотящих не допускаете. У меня этого нет. Через меня многие пришли сектанты. Я не книжник и не фарисей. Лицемеры это руководители народа. Они не входят. А как я могу закрывать вход? Это вы ведете их. И ведете не в Царство Небесное. А то Лапкин ведет в ад. Откуда это узнали? Я знаю только, если жить не по Библии святой, не по Евангелии, это в ад. А вы тысячи лет скрываете Библию. Матфея 23.14. Горе вам, книжники, фарисеи. Лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. Зато приметесь, тем больше осуждений. Это же монастыри вошли в это. Отнимают квартиры. Подпиши. Все. А я ни копейки не получаю. 53 года проповедую. Я только отдаю. Ни одной копейки я ни от кого не получил. Только отдаю. Вот и все. Даже не мой ущерб. Послали книги, я поставлю ролик. И книги не дошли до Владимира, а до Москвы вернули назад. А человек ждет? Нет, у меня дома не было. Узнаю вчера. И я ему говорю, платить не надо. Это мой расход. Я теперь заново пересылаю и все прочее. И выкупил еще, когда пришла она. Горе вам, книжники-фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его с сыном гиенны вдвое худшим вас. Кто? Книжники-фарисеи. Ни печники, ни сторожа. Это о вас говорится. Вы делаете сынами гиенны людей. А то лицемеры-то вы лицемеры. Горе вам, книжники-фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды. У вас хищение, а у меня его нигде нету. У меня все чисто. И неправда, в неправде ни один человек меня не обречит. Я был маленький, и во мне не могли найти неправды. Брат лжет, а я не могу и его выдать, что он курил. А мать знала, раз я молчу, значит, я знаю правду, а сказать неправду не могу. У меня только слезы текут. Это мне Бог дал. Горе вам, книжники-фарисеи и лицемеры, что уподобляйтесь окрашенным гробам. Это мы уже просчитали. Кто? Книжники-фарисеи. Везде лицемеры. Так и вы по нарушности кажетесь людям праведными. А внутри исполнено лицемерие и беззаконие. Самый низкий рейтинг у церкви православной и патриархии в сегодняшние дни никогда таким не был. Вы его довели до этого, не я. Матфея. Горе вам, книжники-фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам, и украшаете памятники, правите их, ну а дальше, а убиваете. Я не строю. Это вы строите. Раки разные, то другое, почитали. Да златоуст вас с корнем вырывает всех. Прочитайте шесть слов о священстве. Почитайте о нравственности священства Иеронима Стридонского. От вас праха даже не останется. Вы совершенно по нравственности не соответствуете своему званию. В Алтайской епархии каждый пятый священник за аморальные поступки запрещен в служении. Мне говорят, этого устаревшие данные намного больше. Марка. Он сказал им в ответ, хорошо, пророчество Алавас Исаия, лицемерок. Как написано, люди си ищут меня устами, сердце даже далеко отстоит от меня. Итак, Петр говорит, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Я вас не трогаю. Вы злословите, не подтвердите ни одного слова против меня. Я говорю вам, заботитесь о вас. Перестаньте лицемерить, что вы верующие. И спросите у Бога веру. И начинайте учить народ. Или уйдите. Совершенно. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. То есть это легко понять, что даже Варнава увлечен. Что даже, значит, это служитель высокого ранга. Это апостол из 70-ти. Не о мирянах. Первое Тимофеево. С цель же увещания, что любовь от чистого сердца и доброй совести нелицемерной веры. А вы так поступаете. Это все лицемерие. И Тимофею. Через лицемерие лжесловестиков, сожженных в совести своей. Вот этот огонь горит и говорит, что вы бессовестные. На кого нападаете? Кого преследуете? Который 53 года трудится на Ниве Божьей без копейки. А вы без копейки шага не сделаете. И всех до одного я направляю в московскую патриархию. Меня не будет, если жизнь продлится на земле, вас будут за меня только клясть все. И никто не может понять, за что, как. Неуважение ни к чему совершенно. Как будто бы я вот с улицы пришел и что-то у них отнял. Ничего этого нет. Итак, возвращаемся вот к этому ролику. Вот он, как его. Как научиться лицемерию. Я показал, как научиться. Это слушать священника, смотреть на его жизнь, и ты будешь готовый лицемер. Больше нельзя никак научиться. Потому что они этому лицемерию учатся всюду. В семинариях, в академиях. Главное, это епископ. Угодите епископу. Если ты деньги отчисляешь, ты можешь быть гомосексуалист. Ты можешь быть последним ворюгой, блудягой. Все тебе спишется. Уже какого них она тут снимает, архиерея, маленько подержит где-то. А уже за ним все грехи самые смертные. Отошли на Дальний Восток. И там все равно он вынырнет. Народ протестует. Ничего. Сглотнут. Вы, лицемеры, губите Россию. Вы губите веру православную. Вас таких никто не примет ни в одну секту. Ну вот смотри, что он дальше показывает. Маленько показать. В царское время Финляндию захватили. Это был предаток ее. Да может до Артура дошли. Это все. Представят батюшки православные. То есть я говорю обличительное слово. А если бы я лицемер был, я бы лестил. Батюшка, благослови. Я этого не делаю. Я прямо говорю. Патриарх или кто. Я этим отличаюсь от вас. Нет, одно слово не отрекаюсь. А вот такие это были. Они там поняли, отошли. Там как Виктор Потапов в Вашингтоне. Это его дело. Не осуждаю. Но мое слово вчера и сегодня одно и то же. 53 года назад, что я говорил, то говорю и сегодня. Далее. Давно доставить сверху. Что еще? Вы запишите телефон. Это в милиции. В милиции. Вот я стою. Вот они приехали. Ну и какая моя вина? Какое лицемерие? Какое? В мою квартиру захватили. Приехала полиция. Вообще сумасшествие. Ну а как поступают? Ну какая-то пыль попала. Патриарх даже судится. Там со священником весь интернет бушует против него. Служитель дьявола, сатаны там где-то. Ну вам это надо? Вы еще за меня. Вы на мне еще столько будете гореть. Вот эти пламени, которые показывает кто-то там под именем Дудина. Эта дудка ваша будет изрыгать зловоние адское. Вам зачем это нужно? Я легко ваш ролик, мой ролик, который вы изгадили, верну в прежнее его состояние. Какая моя вина? Я это все заснял. Показал. Полиция приехала, я поблагодарил их. Выкурили, да. Дождались. Сразу следователь занялся этим делом. Приняли меры. И квартиру мою, моя квартира. Тут же все. Оттуда вымелись. И старались по-хорошему. Потому что дальше уже статья была бы. Я сказал, не надо ничего с ними делать. И поэтому, как научиться лицемерию, кто желает, это пойти в храмы, поближе познакомиться со священником, и он вас научит. Я этому не учу. Я не парисей. И я не книжник. А вот мы посмотрели, кто лицемер. Это учителя народа. Так, все. Мы идем в храм. Уходим. Во славу Божию. Уходим. Уходим. Уходим.